Это Клаус. Он живет в городе Тру. Это Герда. Ее дом в Дании. Это Ксения Блаженная. Она из Петербурга. О том, как все эти герои оказались в Калуге, смотрите далее в нашей программе. Эксперимент на эксперименте. Все, кто были, говорят, что у нас ни один спектакль не похож. Нельзя сказать, что это что-то схожее. Это Клаус. Герой инновационного комикс-балета. Он двигается как робот, живет как робот. В нем уже не так много от человека, коим он являлся от рождения. Жизнь слишком коротка. Надо все успеть. Как можно быстрее. Не отвлекаясь на лишнее. Дом родных, любимых. Клаус умеет концентрироваться на главном. А если вдруг забывает, начальница всегда готова напомнить. Во-первых, это Кавка. Но он сделан в очень интересной интерпретации. Это комикс. Мы его сделали по принципу комикс, потому что достаточно тяжелый писатель. И произведение сложное. Сейчас у нас клиповое мышление. Мы туда пихнули все аспекты, которые сейчас приемлемы в 21 веке. То есть это смена, 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 смена. Когда есть общая канва вот этого человека, вечно бегущего, вечно спешащего. День сурка, день сурка, день сурка. И рано или поздно человек надрывается и погружается полностью в себя. Такой на самом деле глубокий смысл. Вот этот человек на беговой дорожке, символизирующий нас. И только когда он с него сходит, на место него обязательно становится кто-то еще. И продолжает, продолжает вот эту бесконечность. То есть такой комикс, но с очень глубоким подтекстом. Глубокие тексты всегда привлекали хореографов Ксению Галышбину и Евгению Толецку. Вначале в танцевальной лаборатории ТЭКТ и других коллективах. И вот уже три года философия, выраженная в движении, воплощается на сцене Калужского инновационно-культурного центра. С его открытием в колыбели космонавтики появился свой театр балета. А у калужан – возможность смотреть современную хореографию в родном городе. Современная хореография основана сейчас больше на том, что все, что мы работаем телом, происходит через мысль, через мозг. То есть мы направляем какую-то информацию в мозг, после чего наше тело начинает работать с этой информацией. Мы можем работать с открытыми глазами и анализировать свое тело изнутри. И плюс еще есть свобода движения, нет рамок, нет каких-то правил. Современный танец, он без конца прогрессирует, новые техники появляются, новые принципы. Если раньше это танец, когда ты стоишь и показываешь, что за тобой повторять, то сейчас это целая лаборатория, психологический подход. Начиная от того, как ты дышишь, как это все вырабатывается, сокращается, полная анатомия, полная... В общем, это все совсем поменялось. Но то имеет место быть. Знаете, классика есть классика. Вот есть черное и белое, и без классического танца ты не уйдешь никуда. И классическое, и народное, и современное. Артуру Микояну по плечу любая хореография. Он мог бы остаться в столице, играть в Большом театре. Мог бы и повторить прыжок Нуреева, выбрав заграничные подмостки. Но гастроли по Соединенным Штатам Америки в начале 2020 года лишь прибавили сил, чтобы еще успешнее выступать в России. Здесь яркая событийная моя жизнь, у меня здесь есть творчество. Нет, как работа, вариант, она имеет место быть. И я понимаю, что мне кажется, что в моей жизни еще возникнет деятельность в Соединенных Штатах Америки. Но на данный момент пока Россия мне дороже. Дороже золотой первопрестольной оказалась и Калуга. Сейчас здесь есть все возможности творить собственный космос, считают артисты и хореографы балета ИКЦ. Они уверены, главное в наше время не стать жителями такого вот матричного города Тру. Тогда любые фобии по силам. Хочется донести радость, которую сейчас людям... Не так много радости, это в принципе, что считает работа... Ну, в принципе, тот же самый Клаус, как день сурка, да, каждый день одно и то же. И радости не так-то много в жизни. Хорошо, что есть родственники, любимые, дорогие люди, которых мы любим. И то, если так посмотреть сейчас, мы очень мало времени уделяем для собственных людей. И поэтому сам смысл Кавки, он заключается в каждом из нас. То, что мы можем внешне дарить радость и улыбаться, но внутри мы можем быть очень тоскливыми, одинокими и безжизненными людьми. И как раз-таки вот этот спектакль, он показывает нам эти всевозможные варианты. И каждый человек, приходя на спектакль, я уверен в этом, находит свои какие-то стороны темные. И он может психануть, может уйти, но потому что это та мозоль, которая в каждом из нас существует. У Артура в Клаус-труфобии две ипостаси. Но, по сути, вторая – продолжение первой. Потому что, с одной стороны, я папа Клауса, игра в жизни. Я такой начальник, который ведет свою определенную жизнь. У меня там много детей. Я такой традиционный человек, который любит мать, любит жену свою, любит деток. Я как бы всех обихаживаю. А вторая часть, получается, такая очень гнедущая мысль, которая очень медленно поражает человека, как опухоль раковая незаметно появляется и уничтожает, губит его. Задача Клауса – противостоять отцу и системе. Вполне ожидаемо, что помогает ему в этом любовь. Возлюбленная Клауса выбивается из системы и тем самым рушит ее. Это такая роль, которую ты создаешь. Она какая-то такая фриковая, она нестандартная. Это нестандартная классическая роль. Это что-то, что ты выдумываешь из головы. Берешь, достаешь из какого-то нутра, из своего. Какие-то, возможно, даже такие очень странные, страшные вещи. Но они в итоге на сцене как раз и будут смотрибельными. Готовность идти на эксперименты приносит свои плоды. Летом 2019-го Лариса Манжелей привезла из Крыма в Калугу грант на 800 тысяч рублей. Там проходил крупнейший в стране фестиваль творческих инициатив «Таврида арт». Проект «Калужанки» признан одним из самых смелых и инновационных. Это будет прямо инновация и инновация. То есть мы покупаем огромное количество техники. Вплоть до того, где наши тела будут воспроизводить звуки. То есть от того, как мы будем двигаться, будет создаваться некая музыкальная вещь. С термивоксом, те, кто знакомы. Суть приблизительно схожая, но это датчики. Это будет большая коллаборация этого проекта. И прям понятно-непонятно, он называется «там, где тебя касается». Мы там используем датчики, которые реагируют на касание человека к человеку, на касание человеком к пространству сцены. То есть это будет абсолютно иммерсивный эксперимент, переживание, где зрители и танцоры в процессе сами создают и звук, и свет, и видео. И это такая интерактивная жизнь внутри театра, которая непредсказуемая, в то же время очень интересная. Впрочем, инженерные новинки в танцевальной постановке балет ЭКЦ внедряет активно со дня своего основания, в том же Клаусе. Клаустрофобия – это была экспериментом. Это там целая команда работала. И Константин Солдатов, и Андрей Горлачев. И там очень много видеотехнологий. Там работают инфракрасные камеры. Вот как раз на ухау слово «инновация», где оно оправдывается. Там очень много техники. Это была одна из дебютных работ в нашей труппе «Нас как хореографов». И когда она вошла в лонг-лист с такой престижной премией, конечно, это было очень сильное удивление. Попасть в лонг-лист «Золотой маски» – невероятный стимул смело экспериментировать дальше, уверены танцоры ЭКЦ. Но было бы неправильно думать, что здесь совсем отвергают классику и традиции. Есть более чем лиричные и привычные глазу постановки. Правда, и они имеют свои ноу-хау. Например, «Сноу-квинн» или, по-русски говоря, «Снежная королева» – интересная коллаборация с участием актеров облдрамы. По сути, аудиоспектакль, который приятно не только слушать, но и смотреть. Так пчелки белые порхают. Пчелки? Так значит, и у них есть королева, как у пчелок настоящих. Как же? А почему не видим мы ее? Стоят артисты с пюпитрами, читают текст в стихах. Что может быть тут инновационного? И достаточно традиционная хореография. Традиционная или инновационная, мне кажется, не это важно. Главное, с чем ты приходишь к зрителю, чем ты хочешь с ним поделиться. «Снежная королева» мне вообще самой никогда не казалась детской сказкой. Мне кажется, это какая-то очень взрослая вещь. Для меня там до сих пор еще много всяких тайн. И, в общем, я каждый раз играю, на что-то натыкаюсь. Это мозг, который там используется, оно какое-то магическое воздействие оказывает на всех, кто там находится внутри. Еще удивительнее узнать, что такие смелые, как клаустрофобия постановки, гармонично соседствуют на сцене балета ИКЦ с хореографией на православную тему. А почему бы нет? Мне кажется, все реально, затронуть я одно и другое. Просто показать это совершенно по-другому, донести до зрителя по-другому. Мы можем донести каждую информацию, соединив это, чтобы люди посмотрели это другими глазами, как это возможно было по-другому. И как можно воспринимать ту же самую веру по-другому. Мы очень аккуратно сделали эту тему. У нас инновации с электричеством. Огромное количество лампочек, там больше двухсот. Да, очень интересная технология очередная. И он тронул за душу. То есть у нас стоял зал и плакал. 80% населения, которое было в зале, плакало. Там рождение, смерть, любовь. Самое главное – это любовь. Это тема, которая волнует каждого. И она сделана очень аккуратно, очень лирично, очень нежно, очень душевно. История блаженной Ксении Петербургской – это история не только веры, но и, опять же, любви. Впрочем, бывает ли первое без второй? Мне очень нравится последний спектакль. Это список Ксении, где у меня есть возможность танцевать с уникальной танцовщицей. Это Слоры Манджалей, мы с ней партнеры. И, конечно же, играть Андрея Петрова, для меня великое чудо. Великое чудо считают хореографы и то, что в современном мире происходит с телом и мозгом человека. Мы меняемся на глазах, просто не все это замечают. Важно не брюзжать о том, как было хорошо вчера, а использовать новые возможности людей ради настоящего и будущего, которое, кажется, уже наступило. В хореографии сейчас движение очень, очень развивается очень быстро. И мы развиваем не только мышечные, так вот, как мы привыкли, ноги, тело и руки, да, и голова, вплоть до кончика пальца. То есть мы пытаемся двигаться пальцами, кончиками, кожей, не только костями. В Калужском театре балета ИКЦ эволюция оживает на сцене. Здесь ставят постановки режиссеры из разных городов страны и даже мира. Потому лицо и характер коллектива можно сравнить с хамелеоном. Он в любой момент готов изменить окрас, чтобы открыть что-то новое в себе и других. Еще у нас была последняя цифра «Перед бесконечностью». Это ставила Евгения Талеская как раз. Она делала коллаборацию с группой «Телетейп». То есть у нас есть проект с симфоническим оркестром, у нас есть проект с актерами драматического театра, у нас есть проект с кинектом и медиатехниками, у нас есть проект с электричеством, у нас есть проект «Инди-рок». У них группа «Инди-рок». И тоже очень глубокая философия, бесконечность, кома, там живой вокал используется. То есть эксперимент на эксперименте. Все, кто были, говорят, что у нас ни один спектакль не похож. Нельзя сказать, что это что-то схожее, что это похоже на это. Нет, абсолютно разные, абсолютно разные вариации, абсолютно разные форматы. И для того, чтобы, наверное, какое-то сформулировать о нас мнение, надо просмотреть все. Нельзя прийти на одно и сказать такое «нет», потому что они придут в следующий раз и увидят абсолютно другую вещь. Субтитры создавал DimaTorzok